Добрый вечер, друзья! Меня зовут Алексей Смирнов, я руководитель гуманитарной группы «Ангел». Это название, думаю, о многом говорит каждому жителю Донбасса, которые живут в зоне конфликта и находятся под обстрелами, ну и не только, пожалуй. И вот сегодня о чем я хочу поговорить. К сожалению, к моему большому огорчению, средства массовой информации отделили гражданских от военных. То есть мы часто слышим, что ранен гражданский, все поднимают большой шум по этому поводу, но мало кто помнит о том, сколько убито ребят и сколько их ранено. Недавно я общался с моим другом, и это его идея. Его зовут Абдулла. Вы знаете, когда ему оторвало ноги, многие по разным причинам, наверное, потому что он очень хороший человек и действительно настоящий воин, к нему в больничную палату стало заходить очень много людей, которые предлагали помощь, предлагали финансовую помощь. Но учитывая, что он настоящий воин и человек, который никогда не будет что-то просить для себя, так происходит, что он этого и не делает. И вот мы с ним обсудили такой момент, что к нему приходит очень много народу, или приходило во всяком случае во время того, как его ранило. Но ведь на сегодняшний момент очень много добровольцев из России, жителей Донбасса, людей, которые приехали из Украины защищать Донбасс, сейчас лежат на больничных койках без ног, без рук, получившие ранения. У кого-то глаза нет, у кого-то контузии. И все эти ребята просто лежат в одиночестве в своих палатах. И мне очень грустно за то, что им сейчас даже не с кем поговорить. Вы можете считать этот пост пафосным, каким угодно, но задумайтесь, пожалуйста, над тем, чтобы... Мы дадим вам списки людей, которым нужна помощь, которым нужна моральная помощь, кому-то медикаменты, кому-то просто прийти, не знаю, принести охапку бананов или апельсинов и просто поговорить. Потому что эти люди шли защищать Донбасс. Продолжение следует...